Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим практические основы построения приложений, особенно восконагруженных, на основе СОБД MySQL. Мы будем говорить о том, как эволюционируют требования к приложениям последние 10-15 лет. Мы будем говорить о том, как строить продакшн-инфраструктуру, когда даунтайм стоит очень дорого. Поговорим о том, что такое стабильность в наше время, что такое производительность. Поговорим в контексте работы с MySQL в том числе. Упоминем о том, как жить с несколькими дата-центрами. И поговорим о самом главном, о коммуникации внутри команды. Потому что сегодняшний продакшн – это огромная-огромная система, с которой один человек справиться не может. Поэтому мы будем говорить о том, как работать в командном стиле и делать продакшн быстрым, качественным и стабильным. Почему я говорю об этом здесь? Дело в том, что я занимаюсь производительностью MySQL уже с древних времен, с 2006 года. Сейчас я работаю в компании EcomPay, которая занимается процессингом онлайн-платежей. И если вы когда-нибудь ездили на Яндекс.Такси, то вполне возможно, что ваш платеж обрабатывали мы. Я занимаюсь поиском узких мест в приложениях и ускорением работы приложений. И особенно я занимаюсь тем, что помогаю компаниям проходить через сложные периоды, когда у них очень резко возрастает трафик, в тот момент, когда их архитектура не готова к нагрузкам. И мы сегодня будем говорить о том, как сделать так, чтобы ваш продакшн справился с вашими нагрузками, как сделать так, чтобы те пользователи, которые к вам пришли, были обслужены и получили хороший опыт работы с вашей компанией. До этого я работал в компаниях Percon, Sphinx, PalaminDB и Proxy SQL. Может быть, вы какие-то из них знаете. Давайте посмотрим на то, что такое сегодняшний мир. Перед вами топ-10 капитализаций компаний в мире. И если первая компания занимается, это Saudi Arabian Oil, занимается нефтью, то все остальные, вплоть до Johnson & Johnson и Berkshire Hathaway, это компании, которые занимаются IT-технологиями. Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, это Google, дочерняя компания Google, Facebook, Alibaba, вы все их знаете. Может быть, вы не знаете, Tencent Technologies, Tencent Holdings, это китайская компания, которая делает WeChat. И 7 компаний из 10 это IT-компании. Это значит, что IT сейчас захватывает мир, и мы являемся частью этой трансформации, когда мы переходим из эры производства в эру информационных технологий. И эта эра информационных технологий уже здесь. Давайте посмотрим, как развивались процессоры, то есть как развивалась железо, основа наших информационных технологий за последние 42 года. С 1970 года у нас работает закон Мура, точнее работал закон Мура. Этот закон гласит, что каждые два года частота процессоров удваивается. И до 2000 года это было так. Где-то в районе 2000 года процессоры уперлись в физические законы и больше не смогли наращивать частоту. Но в этот момент начало развиваться многопоточное программирование, потому что количество транзисторов продолжило расти в такой же последовательности. И производительность растет уже не за счет частоты, а за счет количества ядер, за счет количества потоков в процессоре. Что это значит? Это значит, что к программному коду предъявляются другие требования. Мы теперь обязаны уметь работать не на одном ядре, а на нескольких ядрах. Мы обязаны уметь расширяться, масштабироваться для того, чтобы наш код работал хорошо. И как на одном ядре, так на двух, так и на двадцати. Также поменялся внешний вид. Если вы посмотрите на сайт из 90-х годов, вы не увидите такого же сейчас. Сейчас дизайн стал адаптивным. Этот дизайн работает абсолютно одинаково и на телефонах, и на ноутбуках. Внутри тоже все очень сильно поменялось. Если мы говорим об интернет-магазине 2001 года, то мы говорим прежде всего о сайте, который обслуживает физический магазин. На сайте должен был быть каталог, страница товара, корзина и страница пользователя. Я это хорошо знаю, потому что я сам писал интернет, как раз в 2001 году я писал интернет-магазин, и мы с бизнесом общались по поводу требований. Заказ оформлялся, если вы помните, только после того, как вам перезванивал человек из магазина и уточнял, действительно ли вы оставили заказ, действительно ли вы хотите это все заказать. И только после этого вам привозили книги или какие-то товары, вы расплачивались, и все крутилось на одном сервере. Потому что, ну сколько было заказов? Даже у московских интернет-магазинов десятки, может быть сотни в день. Если заказ не оформлен, если сервер упал, ну извините, пожалуйста, мы через 10-15 минут его поднимем, и от того, что пропадет 1-2 заказа, ничего страшного не будет. Сегодня все поменялось. Сегодня мы говорим о том, что бизнес уходит в онлайн и требуется бесперебойная работа. Потому что если сервер падает, если система падает, это уже не один сервер, если система падает, то бизнес теряет очень много денег. Вы можете себе представить, когда вы заходите на YouTube, и вам показывается 503 ошибка. Или, например, вы заходите на Amazon, или Ozone, или куда угодно, на Яндекс. Вы когда-нибудь видели ошибку 503 на Яндексе? Я никогда не видел. Дело в том, что сейчас системы дублируются, и для того, чтобы не отдать ошибку пользователю, для того, чтобы отказ одного сервера не влиял на работоспособность всей остальной системы, необходимо дублировать системы. И мы говорим о том, что у нас больше нет инсталляции из одного сервера. У нас есть десятки, сотни и даже тысячи серверов, которые обслуживают разные сервисы. И этих сервисов очень много. Одних сервисов поиска на сайте, если вы задумаетесь, далеко не один. Когда вы что-то ищете на сайте, работает сначала основной поиск, потом выводится справа или слева в меню фасетный поиск, потом отрабатывают сервисы предложения вам похожих товаров. И работают они как на основе поисковых систем, так и на основе искусственного интеллекта. И мы не можем просто говорить, что сайт – это отдельная система. Мы говорим, что сервисы сайта или сервисы, давайте назвать это приложение, интегрированы обязательно с бухгалтерией и складами. Когда вы на Амазоне делаете покупку, в этот момент складские системы получают команду на сбор вашего заказа. И это происходит автоматически. Это происходит вне действия человека. Никто не считает, сколько на сайте страничек. И мы сейчас говорим только о софтверной составляющей. Внутри мы видим также защиту от DDoS. Мы видим многоуровневое кэширование. Если вы задумаетесь о том, как работает крупная система, то у крупной системы пользователи находятся либо по всей стране, в нашем случае от Калининграда до Владивостока, либо вообще по всему миру. И для того, чтобы загрузить страничку, используется CDN. Это значит, что контент картинок отдается не из дата-центра, в котором работает система, а из ближайшего DDoS к вам. Например, для Владивостока картинки будут отдаваться из CDN-серверов, которые находятся на Дальнем Востоке. Для Калининграда – для серверов, которые находятся в европейской части страны. Таким образом, скорость загрузки возрастает, и пользовательский опыт улучшается. Мы говорим еще раз о том, что мы дублируем все системы. Дело в том, что если у вас есть один сервер, то его отказ для вас в событии. Если у вас 100 серверов, то отказ какого-то сервера – это уже вероятностный процесс. Если у вас вероятность отказа сервера в течение года 10%, это значит, что из 100 серверов за год 10 у вас обязательно упадут. И для вас это не должно быть проблемой. Потому что если для вас это проблема, то пользователи увидят сбой системы. Сбой системы в любом случае будут. Вы должны быть к ним готовы. В случае Stateful систем, например, баз данных, это гораздо большая проблема, потому что требуется перестроение внутренней логики приложения. В случае Stateful систем, например, веб-фронтов, ну, упал веб-фронт, ну, извините. Наверное, один коннект будет переобработан другим сервером, и запрос будет переобслужен. А все остальные даже ничего не заметят. И мы говорим о системах среднего уровня. То есть системах, которые работают на одном дата-центре. А есть системы, которые работают на нескольких дата-центре. Кроме того, внутри работает очень много систем, которых не было 10 лет назад. Это искусственный интеллект, это распознавание образов. Мы уже видим машины, которые управляются искусственным интеллектом. Мы видим развитие поисковых систем. И не в том плане, что кто-то использует инвертированный индекс, а именно серьезные поисковые системы контекстного поиска, которые покажут вам правильный ответ в зависимости от того, ищете вы Мадонну как певицу или Мадонну как картину. Финансовые системы и high-frequency trading требуют очень мощных технологий. Они используют самые передовые технологии. Они конкурируют друг с другом. Вплоть до того, что запросы обслуживаются, не доходя до ядра операционной системы, уже специальными железками, которые ставятся на компьютер. Биоинформатика – одна из наук на грани технологий и медицины. Очень серьезно идет вперед сейчас. И я могу сказать, что, например, для меня биоинформатика – это одна из самых мощных наук, которые сейчас развиваются. Особенно в контексте того, что сейчас происходит с пандемией. Также очень интересно посмотреть на то, как просчитываются и оптимизируются процессы с помощью компьютера, с помощью алгоритмов и искусственного интеллекта. Сейчас мы видим то, что производственные процессы переводятся в математические модели, просчитываются и оптимизируются. И все это – информационные технологии. И эти информационные технологии связаны с каждым шагом в нашей жизни. У каждого есть телефон, почти у каждого есть либо компьютер, либо планшет. Мы не можем уже без этого. И поэтому мы сейчас будем говорить о том, как развивать это все. Итого. За последние два десятка лет мир очень серьезно изменился. Изменился уровень задач. Изменился порог входа на рынок. Если раньше один человек мог написать веб-сайт и запустить его в продакшн, то сейчас этого недостаточно. Сейчас нужна целая команда, нужен маркетинг, нужна поддержка бизнеса. Методы передачи знаний изменились. Дело в том, что IT развивается такими темпами, что книги уже не являются источником знаний. Дело в том, что для того, чтобы написать и выпустить книгу, нужно около двух лет. Если эта книга на английском языке, то для того, чтобы ее перевести и издать в России, нужно тоже около двух лет. И в результате мы получаем ситуацию, когда технологии уходят вперед настолько быстро, что знания не успевают аккумулироваться в том формате, к которому мы привыкли. И в этот момент мы понимаем, что система образования должна быть перестроена. И то, что сейчас мы делаем, например, вот этот фестиваль, это один из вариантов, хороших вариантов передачи знаний и опыта. Поэтому приходите к нам, слушайте, задавайте вопросы. Это очень важно. И помните, что если раньше мы говорили о том, что вот Вася отличник и Маша отличница, а Петя двоечник, мы говорили об этом в контексте нашей школы или нашего вуза, или нашей группы, вы больше не конкурируете друг с другом. Дело в том, что пока сейчас вы смотрите этот ролик, какой-нибудь китаец или американец или японец или где угодно, любой человек сидит и читает документацию. Он готовится, он учится, и он будет вашим конкурентом. Вы больше не конкурируете друг с другом, вы конкурируете со всем миром. Это очень важно понимать. Сегодняшняя IT выглядит примерно так. Если вы идете, то вы стоите. Если вы останавливаетесь в своем развитии, вы деградируете. Для того, чтобы пойти вперед, для того, чтобы двигаться вперед, вам нужно бежать. Побежали. Итак, у нас есть новый проект. Мы хотим сделать что-то новое, посмотреть, попробовать. И мы задаем себе вопросы. На каком языке писать? Какую платформу или фреймворк использовать? Где хранить данные? Ну, очевидно. Очевидно же, да? Берем самую модную платформу на сегодня, берем самый модный фреймворк и самое быстрое хранилище данных, и у нас все будет хорошо. Правильно? Нет, неправильно. Дело в том, что одной платформой в проекте уже сегодня не обойтись. Даже если вы начинаете разрабатывать на одной платформе, в конце концов, от микросервисной архитектуры вам больше не уйти, потому что слишком много задач разных и слишком много инструментов, которые эти задачи решают гораздо лучше, чем код на условной Яве или PHP, или Python, или Ruby. Единственная ситуация, когда вы можете использовать одну платформу и один язык, когда у вас очень специализированная задача. Например, вам нужно писать крайне оптимизированный код, тогда ваш выбор C++ или какой-то специальный язык для программирования микроконтроллеров. Но тогда у вас выбора нет. Но если у вас есть выбор, вы должны быть готовы к тому, что ваш продакшн будет очень разнообразным. И если мы говорим о хранилищах данных, то самое удобное, самое распиаренное хранилище на сегодня может стать самой большой проблемой для завтрашнего дня. Под разные задачи нужно использовать разные инструменты. Поэтому мы делаем первый релиз максимально быстро, мы тестируем, мы разрабатываем все в процессе. Чем быстрее мы выпустим первый релиз, первую функциональность, тем быстрее бизнес посмотрит на это, тем быстрее внесет коррективы. В чем проблема с разработкой? Дело в том, что бизнесу иногда очень тяжело объяснить разработке, что они хотят. А разработке очень тяжело объяснить бизнесу, как они это могут сделать. Поэтому единственный вариант – это ускорять релизы функциональности, которые требует бизнес, и делать это как можно быстрее. Показывать бизнесу, чтобы он быстрее вносил правки, с его точки зрения необходимые, и оптимизировать код с точки зрения работы. Поэтому делаем релиз максимально быстро, из палок, из подручных материалов, на понятных, хорошо известных команде языках. Почему это важно? Дело в том, что можно, безусловно, взять какой-нибудь очень модный язык и начать его учить. Это тоже неплохой вариант, но нужно понимать, что это обучение за счет работодателя. Если мы хотим работать на результат, мы берем, пусть, может быть, не такую модную, но понятную, простую, хорошо документированную технологию, и выпускаем первый релиз максимально быстро, потом второй, третий, четвертый. Это будет гораздо лучше, чем хорошо все запланировать и выпустить совершенно не то, что ожидает бизнес, что ожидают пользователи. В этот же момент, в момент старта, мы думаем, как мы будем зарабатывать деньги со стороны бизнеса, как мы будем справляться с ростом нагрузки, как мы будем масштабироваться, и как мы будем расширять команду. И тут тоже очень интересный вопрос. Если вы берете какую-то очень-очень крутую, но неизвестную технологию, вы просто не сможете набрать людей в тот момент, когда люди вам нужны, когда вам будут нужны дополнительные руки и помощь с разработкой, или с поддержкой, или с эксплуатацией. Если вы берете понятную технологию, то, может быть, у вас будет не самая крутая технология, с которой вы сможете выступить на конференции, но при этом у вас эта технология будет работать, и вы сможете набрать людей и получить помощь. Но про все эти вещи, ну, можно думать не очень активно, потому что из 10 стартапов 9 не взлетают по каким-то своим причинам. Может быть, неправильный выбор задачи, может быть, плохая поддержка от бизнеса, но тем не менее нужно понимать, что как можно быстрее сделать релиз, как можно быстрее показать бизнесу и живым пользователям, и получить немедленно обратную связь, и посмотреть, примут ли пользователи ваш проект. Допустим, все заработало. У вас есть целый сервер, или может быть несколько. У вас есть приложение, пусть это будет веб-сайт, но неважно. Вы сделали удобный сервис, все пошло правильно, и к вам пришли люди внезапно. Их пришло много. Что происходит? Правильно, вы падаете. Это нормально, потому что вы не можете заранее сделать систему, которая будет и интересна пользователям, и быстрая. Но приходит время для того, чтобы понять, как происходит падение, почему происходит отказ. Здесь график бенчмарка сервера. Колоночки — это количество одновременных запросов, которые обрабатывает сервер. В данном случае MySQL сервер. Это один единственный сервер, стендалон. Красная линия говорит о том, сколько времени обрабатывается каждый запрос. В начале каждый запрос обрабатывается около половины миллисекунды. И мы начинаем с двух потоков. 2, 4, 6, 8, 16 и так далее. Если вы посмотрите в начале, количество обрабатываемых запросов растет линейно. А время обработки — константа. В какой-то момент мы загружаем все 48 ядер, и в этой точке наше время обработки начинает расти линейно, но вверх. При этом количество обработанных запросов продолжает увеличиваться и продолжает расти линейно. В какой-то момент наши очереди внутри операционной системы, которые позволяют распределять нагрузку, становятся перегружены. И в этот момент происходит следующее. Количество запросов, обслуживаемых сервером, перестают расти, а latency, то есть время ответа, уходит резко вверх по экспоненте. В этот момент и происходит отказ сервера. Если говорить о том, как нужно распределять нагрузку, то в зеленой зоне мы получаем максимально быстрый сервер. Но при этом мы должны понимать, что сервер недогружен. То есть если мы хотим, если у нас нагрузка постоянная и константная, то мы слишком много заплатили за железо, мы могли бы взять чуть более дешевый сервер. В синей зоне сервер все еще работает хорошо, и он работает эффективно. Поэтому если мы говорим о долговременной, долгосрочной нагрузке, константной, то синяя зона является оптимальной. Но мы должны держаться как можно ближе к зеленой зоне, потому что в красной зоне мы получаем отказ системы, мы получаем ситуацию, когда наши пользователи не обслуживаются. Как это выглядит для нас? В продакшене, с которым я работаю, чтобы вы понимали уровень проблематики, больше 50 серверов баз данных. Я не знаю в действительности сколько их. Все это есть в документации, но это не самый важный показатель. Количество серверов постоянно увеличивается, потому что мы постоянно масштабируемся. В нашем случае высокие нагрузки – это от 40 до 40-50 тысяч запросов в секунду на одну машину баз данных. Это много. Это слишком много, и мы стараемся уходить из этой нагрузки, мы стараемся уходить из синей зоны обратно в зеленую. Мы оперируем до 5 терабайт данных на одном сервере, но мы стараемся, опять же, шардить, скейлить и делать так, чтобы данных на сервере было как можно меньше. Чем меньше данных на сервере, тем быстрее он работает. Но при этом мы каждый день собираем больше 50 терабайт бэкапа в сутки с баз данных. Самое главное слово для нас – это стабильность. Поскольку мы являемся финансовой организацией, то мы не хотим, чтобы пользователи, пользовательские платежи по какой-то причине не проходили. Для нас отказ в обслуживании любого пользователя – это большая беда, и мы боремся с этим. Почему беда? Для нас самое главное – это пользовательский опыт. Это то, чтобы пользователь, нажав кнопку, смог провести платеж и получить сервисы, которые предоставляют наши компании-партнеры. Поэтому стабильность для нас самая главная. А стабильность, она в принципе, работа по стабильности, очень похожа на работу уборщицы. Пока все чистенько, пока мы успеваем убрать всю грязь заранее, пока мы заранее успеваем сделать всю необходимую работу, все хорошо и нас не видно. В тот момент, когда где-то появляется отказ, сразу все понимают, что это наша недоработка. И если где-то происходят проблемы, то, безусловно, мы в центре событий. Проблема в том, что, в отличие от уборщицы, у нас среда виртуальная, мы работаем в абсолютно виртуализированном инвайронменте, у нас физически ничего, понятное дело, ничего не происходит, но физический результат – это отказ работы конкретного пользователя. И по-хорошему, наша задача сделать так, чтобы на всех уровнях код был протестирован, инфраструктура была протестирована, и все работало так, чтобы все были довольны, чтобы отказов не было вообще. Как это сделать? Проактивная работа в нашем случае – это ключ к успеху. Безусловно, быстрая реакция на инциденты – это необходимая база, и без нее никак. Если что-то отвалилось, нужно, безусловно, чинить. Но стабильность в глобальном смысле всегда обеспечивается проактивной работой. То есть посмотреть заранее, проанализировать заранее, подготовить инфраструктуру к нагрузкам, просчитать увеличение нагрузки, подготовить все, протестировать, сделать стресс-тесты, сделать необходимые оптимизации, посмотреть, где есть узкие места, убрать их. И это нужно делать постоянно до того, как отказ произошел. По инфраструктуре самое главное – это убрать точки отказа. То есть если у вас есть сервер, на который завязан весь прот, и он единственный, он рано или поздно упадет. Нужно понимать, что в любом случае отказ произойдет. Все равно когда. Вы не можете предсказать. Вы точно знаете, что если у вас какая-то система является синхронной, и она не отмасштабирована, и у нее нет файловера, в какой-то момент она упадет, и у вас встанет весь прот. Поэтому у нас нет точек отказа вплоть до дата-центра. У нас два дата-центра на данный момент. Все сервера баз данных стоят как минимум в паре мастер-реплика, или в критических точках стоят три сервера, как минимум. Это делается для того, чтобы если один из серверов упадет, у нас все еще осталась пара. То есть у нас даже с одним отказом у нас будет файловер. Мы толерантны не к одному, а к двум отказам в критичных точках. Трафик балансируется. Все работает на старом ржавом железе. Ну, относительно старом, иногда железо новое и быстрое. Для чего? Дело в том, что если говорить о базах данных, то виртуализация убивает очень много оптимизации, которые сделаны для ускорения работы. Поэтому виртуализировать базы данных нужно в последнюю очередь. И крайне аккуратно. Наши дата-центры стоят на расстоянии 10 миллисекунд друг от друга. Не важно, сколько там километров, важно, сколько там времени. Дело в том, что расстояние измеряется во времени, потому что мы знаем, сколько времени данные будут ехать из одного дата-центра в другой. И это становится очень важно. Я потом объясню, почему. Дело в том, что данные внутри и между датаций должны быть синхронны. Поэтому, когда у нас происходит сбой репликации, то расстояние между дата-центрами во временном интервале увеличивается. И в этот момент приложение не может прочитать необходимые данные, и появляются ошибки. В экосистеме MySQL есть такая штука, как Галера. Это синхронная репликация, которая позволяет убедиться, что коммит происходит на всем кластере вне зависимости от географического расположения нод. Но, к сожалению, для нас это не вариант, потому что те 10 миллисекунд, которые мы имеем между дата-центрами, говорят о том, что любая запись в базу данных будет занимать как минимум эти самые 10 миллисекунд. Поэтому у нас работает классическая двунаправленная асинхронная репликация. Также для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, мы должны очень быстро реагировать на ошибки. Человек не может отреагировать на ошибку очень быстро. Поэтому мы эти ошибки пропускаем и записываем. И в этот момент, в момент, когда у нас в репликации происходит ошибка, мы ее пропускаем, записываем, и поднимаются по тревоге дежурные и ваш покорный слуга. Мы анализируем логи. Мы написали отдельный тулсет, который позволяет в полуавтоматическом режиме расхождение между дата-центрами после ошибок репликации убирать. Что мы смотрим? Мы смотрим прежде всего на текущую ситуацию. Что такое текущая ситуация? Алерты, логи и постмортом на их основе. Если у вас произошел отказ, и вы не собрали постмортом, вы не поняли, почему он произошел, и вы не поняли, как, не разобрались, как реагировать на такие отказы, следующий отказ у вас будет, во-первых, с таким же даунтаймом, вы к нему будете неподготовлены, и вы не сможете его предотвратить. Поэтому одна из важных вещей в команде – это как раз постмортемы. Да, это скучно, да, это местами грустно, но если у вас нет постмортемов, это значит, что ваш продакшн будет все сильнее и сильнее разваливаться, потому что вы не учитесь на собственных же ошибках. Для MySQL собираются счетчики, текущая внутренняя статистика, у нас есть шаблоны PMM, мы собираем статистики нагрузки на уровне операционной системы и железа, мы смотрим в запросы. Все, что медленнее 100 миллисекунд, логируется автоматически и анализируется. Для MySQL есть две переменные, я сейчас все больше и больше буду говорить именно о MySQL и о технической составляющей. InnoDB Status Output и InnoDB Status Output Logs показывает блокировки внутренние и показывает внутреннюю статистику InnoDB, которая является основным хранилищем для MySQL. Почему мы говорим о том, что визуализация необходима? Дело в том, что если мы просто смотрим на логи, мы видим примерно вот такую ситуацию. Понятно здесь что-нибудь? Ну, в целом непонятно. Вы видите моментальный снапшот. Даже если вы сможете прочитать конкретные значения статистики, эта статистика может врать, потому что может быть всплеск вверх, может быть всплеск вниз, и вы не увидите самого тренда. Поэтому все, что вам нужно, это прежде всего установить, визуализировать состояние вашей системы. Каждого компонента. В данном случае мы видим, как внутри MySQL работают запросы. Мы видим количество запросов, то, что касается транзакционной составляющей, и то, что касается составляющей выборок. Мы сразу понимаем, что у нас происходит. Мы понимаем, растет нагрузка, не растет нагрузка, как она изменяется, как эволюционируется, есть ли у нас какие-то всплески. Мы их видим в ретроспективе, и это позволяет нам лучше понимать, что происходит на продакшене. Шаблоны PMM – это PMM – это перкона мониторинг и менеджмент. Это очень хорошее, удобное средство, инструмент с открытым кодом, который вы можете поставить себе и получить визуализацию состояния вашей базы данных, в данном случае MySQL. Мы смотрим на то, как данные читаются, как они записываются. Мы смотрим на то, как происходит изменение структуры, как часто и как тяжело. Мы смотрим на то, какие административные команды, например, ping. И мы обязательно смотрим на prepaid-стейтменты. Я хочу остановиться отдельно. prepaid-стейтменты до MySQL 8.0.22 работают не то, чтобы некорректно, но они вообще не ускоряют систему. Поэтому если вы используете не последний MySQL, пожалуйста, отключайте prepaid-стейтменты. У вас будет скорость работы, особенно на маленьких быстрых запросах, до трех раз быстрее. Мы смотрим на то, как работает процессор, на то, как работает диск, как себя ведет сеть. То есть мы смотрим все компоненты системы. Потому что когда у вас происходит отказ или перегруз, первое, что вам нужно сделать, это открыть графики и посмотреть, а что происходило. После этого уже смотреть логи и смотреть конкретику внутри системы. Гранулярность графиков — это большая битва. Дело в том, что если вы будете собирать графики каждую секунду, то на более-менее больших инсталляциях вам потребуется писать в графану гигабайты данных в секунду. Вы не можете себе этого позволить. И мы не можем этого себе позволить. Поэтому мы пришли к тому, что мы пишем статистику каждые 20-30 секунд. Это позволяет, с одной стороны, хранить довольно большой промежуток времени, то есть несколько недель. С другой стороны, довольно четко видеть все всплески и провалы графиков. Как мы анализируем ситуацию? Мы смотрим прежде всего на общий тренд нагрузки. Мы смотрим на всплески активности. Мы ищем источники этих всплесков. Это могут быть кронскрипты. Это могут быть какие-то очереди специальные. И это могут быть живые пользователи, которые внезапно решили прийти все одновременно в нашу систему и что-то в этой системе сделать. После того, как мы проанализировали общую ситуацию, мы идем вниз. Мы смотрим на то, как работают запросы. Особенно медленные запросы. Медленные запросы бывают разные. Медленные запросы бывают новые, которые только что приехали с новой функциональностью, с релизом. Медленные запросы бывают старые, которые мы говорим, окей, хорошо, мы сейчас работаем над этим, мы знаем, что этот запрос у нас есть, мы его будем менять. Либо мы просто говорим, этот запрос медленный, он плохой, поменять мы его не можем, давайте мы его отселим на какую-нибудь отдельную реплику, где он никому не будет мешать. Возможно, всплеск медленных запросов произошел из-за того, что MySQL база данных перегружена. То есть пришло слишком много пользователей, и мы в этот момент анализируем, почему они пришли, будут ли еще такие всплески, и нужно ли нам что-то с этим делать. Может быть, нам что-то стоит закэшировать, может быть, нам что-то стоит вынести в отдельную базу, может быть, нам нужно будет провести какие-то мероприятия по изменению инфраструктуры. Всплески могут происходить из-за сбоев железа. Например, если у вас внезапно отказала сеть, то сначала у вас трафик уйдет, и после этого трафик выстрелит вверх. Нужно понимать, что в этот момент у вас может произойти отказ по перегрузу. Сначала мы смотрим детали в Kibane, потому что Kibane — это лог-анализатор, который умеет очень хорошо агрегировать логи. У нас есть там все ошибки, у нас там есть все затруднения, и после того, как мы находим временной интервал, в какой момент происходит проблема, дальше мы сможем проанализировать конкретные логи уже смотря на снапшот моментальных данных. Как выглядят логи? SlowLog SQL в данном случае выглядит вот так. Не очень понятно, правда? Давайте немножечко упростим ситуацию. Значит, здесь мы видим медленный запрос. Время запроса мы видим 783 миллисекунды. Это подсвечено красным. Время блокировки меньше миллисекунды. В чем проблема? Проблема в том, что у нас, во-первых, rows eximined почти 400 тысяч, и открыта временная таблица. Если вы работаете с MySQL, то вы понимаете, что временная таблица — это не очень хорошо. Дальше у нас произошел файлсорт. Файлсорт — это не сортировка файлов. Файлсорт — это название метода сортировки строк внутри самого MySQL. Мы находим запросы, которые с одной стороны медленные и которые нужно оптимизировать. Либо запросы, которые используют те самые временные таблицы или не используют индексы. Для того, чтобы понять, что пошло не так, мы делаем explain. Explain позволяет понять, что именно, как именно база данных на своей стороне обрабатывает этот запрос. В данном случае мы говорим о том, что у нас есть ключ, есть индекс, который используется для выборки. Этот индекс называется edxabcdstatus. Но при этом даже с учетом индекса мы вынуждены, MySQL вынужден, обрабатывать почти миллион 861 тысячу строк. Обработать такое количество данных нельзя быстро. Поэтому мы понимаем, что наши индексы в данном случае работают некорректно. Как же строить индексы? Вот у нас есть выборка. A, B и C. Возвращаясь к нашему запросу, выборка из таблицы XX. A равно чему-то, B равно чему-то, статус равен чему-то. При этом индекс, если вы посмотрите, ABCdstatus. Очевидно, индекс у нас какой-то не такой. Но какой индекс сделать? Вот у нас есть выборка ABC. Нужно ли нам делать выборку, нужно ли нам делать индекс ABC или BAC? В каком порядке расположить элементы? Равноценны ли они? Ну, очевидно, наверное, нет. Первое, что мы смотрим, мы смотрим кардиналити. То есть, сколько различных значений в каждой колонке. В данном случае у нас в колонке A 2500 разных значений, в колонке B 150 000 разных значений, и в колонке статус у нас два разных значения. Для чего мы это смотрим? Дело в том, что чем больше разных значений, тем теоретически эффективнее работает индекс. Чем быстрее мы отрежем большую часть данных в индексе, тем быстрее отработает запрос. В данном случае, вроде как, по всем параметрам мы должны начинать работу с колонки A, потому что там наибольшее количество разных значений, и, наверное, мы отрежем, если мы, например, отрезаем одну 2500 данных, это гораздо быстрее получится, чем если мы, например, отрежем половину данных по колонке статус. Казалось бы, да? Так-то так, да не совсем. Если мы посмотрим частоты значений, то у нас по колонке A есть высокоселективное значение, которое заставляет MySQL выбирать больше 600 тысяч строк. Это значит, что у нас есть hotspot. Hotspot не позволяет индексу работать эффективно. Поэтому нам нужно, помимо кардиналити, смотреть еще и селективность. И это очень важно. Мы посмотрели селективность для колонки A, давайте посмотрим для B. Такая же история. В принципе, распределение значений хорошее, но вот одно значение является настолько высокочастотным, что там аж больше 5 миллионов строк с этим значением. Это значит, что индекс по колонке B тоже может быть в какой-то момент неэффективный. И если большая часть запросов пройдет незамеченно, то один запрос может встать и работать очень-очень долго, как в нашем случае. Почти секунду. Секунда — это очень долго. А вот если мы посмотрим на статус, то выяснится, что большая часть значений — это deleted. У нас есть два в статусе, если вы помните, у нас есть два значения. Эти два значения — active и deleted. И мы выбираем только active. Deleted нас не интересует. Эти данные уже ушли, они будут удалены. И выясняется, что active записей гораздо меньше миллиона. И в действительности строить выборку нам нужно, начиная со статуса. Первым полем мы всегда ставим то, которое отсекает наибольшее значение ненужных данных. Мы смотрим горячие точки, то есть мы анализируем наши данные. Мы учитываем сортировки, и если у нас происходит сортировка, то мы добавляем сортировку в индекс. Мы помним, что в случае InnoDB у нас первичный ключ присутствует всегда, потому что первичный ключ — это то самое бы дерево, внутри которого хранятся, в листиках которого хранятся все данные. Также мы помним, что индексы не бесплатны. И если у нас в таблице слишком много индексов, то запись и обновление данных станут медленнее. И нужен тонкий баланс между скоростью выборок и скоростью записи. Допустим, все медленное починили. Хорошо ли это? У меня для вас есть новости. Во-первых, тюнинга медленных запросов недостаточно. У вас может быть очень-очень быстрые запросы, но их будет очень много, и они будут неэффективные. И при этом ваши сервера базы данных будут греть воздух просто потому, что где-то на какой-то очень маленькой таблице забыли сделать индекс. Поэтому нужно включать полное логирование. В чем проблема полного логирования? Дело в том, что если у вас база данных нагружена, то полное логирование может, во-первых, убить производительность диска, потому что будут писаться все запросы, которые база данных за этот момент выполнила. И в нашем случае это, к сожалению, гигабайты в минуту. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. В чем плюс? Дело в том, что мы получим детальную статистику, агрегированную, за определенный промежуток времени. Поэтому, с одной стороны, мы хотим использовать полное логирование как можно чаще, с другой стороны, мы не можем его включать всегда. Поэтому мы выбираем время, когда мы хотим провести анализ, включаем, предупреждаем дежурных, безусловно, о том, что сейчас будет происходить, чтобы они понимали, что в этот момент сервер будет перегружен, и если что-то будет не так, то обязательно предупредить. Ну и старый добрый 5Query Digest из набора Percona Toolkit нам в помощь. Вот так вот выглядит общий профиль нагрузки сервера, с данными собранными за 4 минуты. Безусловно, очевидно, я не могу выдавать точные данные, которые мы собрали с нашего продакшена, поэтому эти данные немножко изменены. Если вы заметите, посмотрите, пожалуйста, внимательно и скажите, где здесь вранье. То есть, безусловно, здесь данные не точные, но они достаточно хорошо показывают, что происходит, и мы можем эти данные использовать для обучения. Первое, что мы смотрим, это exact time и lock time. Это время, общее время работы запросов и время блокировки. Время блокировки должно быть как можно меньше. В данном случае 95% запросов, 95% персентиль времени у нас 287 микросекунд. Это значит, что у нас большая часть запросов, 95% или больше, очень хорошо оптимизирована. И в этом плане у нас все хорошо. Но максимальное время запросов, если вы посмотрите, 818 миллисекунд, и это уже не здорово. Нам нужно искать эти запросы, нам нужно найти их и посмотреть, что нагружает сервер больше всего. Вот у нас хит-парад. Что такое топ-запросы? Это запросы, сортированные по агрегированному времени. В данном случае первый запрос в нашем хит-параде это апдейт Table 1 в базе данных DB1. Дальше идет commit. Commit — это время фиксации транзакций. Если у вас время фиксации транзакций очень большое, это значит, что вам нужно посмотреть внутрь и посмотреть, что происходит. Либо у вас очень большие транзакции, либо у вас просто очень медленный диск, либо у вас какие-то странные настройки MySQL. Дальше мы смотрим update insert select. И это значит, что у нас наша база данных работает в основном на запись и обновление. Давайте посмотрим немножко внимательнее. Вот наш запрос. Update DB Table 2 set counter равно counter плюс 1 via shard номер 12. Этот запрос очень быстрый, поэтому он не попадает в слоу-логи в обычной ситуации. 95% этих запросов отрабатывает быстрее, чем 800 микросекунд. 799 микросекунд. При этом максимальное время отработки запросов 22-22 миллисекунды. То есть в принципе все хорошо. Но есть вопрос. А почему у нас счетчик внутри базы данных? Самый быстрый запрос, который может обработать база данных, это тот, который до этой базы данных не дошел. Это значит, что мы запрос в базу данных пишем только в том случае, если мы больше никуда эту информацию положить не можем. В данном случае мы видим обычный счетчик, который можно из базы данных вынести вообще. И в этом случае у нас база просто не будет выполнять этот запрос. Положите эти данные в Redis. Положите эти данные в Memcash. Положите эти данные куда угодно. Чем меньше у вас запросов приходит в базу, тем быстрее ваш продакшн. Профайла нагрузки при этом все еще недостаточно. Потому что в разных дата-центрах нагрузка может работать по-разному. У вас там могут быть разные клиенты, у вас там могут быть разные... Я надеюсь, что у вас нет разного кода в разных дата-центрах. Но смысл в том, что даже если у вас код одинаковый, у вас входные потоки данных в разные дце все равно разные. И это значит, что профиль нагрузки, собранный в одном дце, у вас будет невалиден для другого. Они могут быть похожи, но они обязательно будут отличаться. Кроме того, когда вы собрали профиль нагрузки, после следующего релиза он у вас может поменяться. И это обязательно нужно отлавливать. Нужно ловить изменение времени работы старых запросов. Почему? Потому что количество данных растет, распределение данных меняется. И это значит, что оптимизатор будет искать другие пути для работы запроса. И в этом случае старые индексы, которые вы построили на основе старого распределения данных, больше не будут работать. И вы можете попасть в неприятную ситуацию, когда индексы не будут уже валидны, и MySQL примет решение использовать либо неправильные индексы, либо не использовать индексы вообще. Поэтому нужно всегда смотреть динамику изменений данных и прогнозировать нагрузку на ее основе. И в этом смысле коммуникация – это, конечно, ключ к решению. Дело в том, что знать все невозможно. Каждый в большой компании занимается работой на своем объекте, на своем кусочке. Кто-то на продакшене, кто-то с кодом, кто-то еще с чем-то. И просто добавлять индексы на основе того, что сейчас мы видим вот такой паттерн работы запросов, честно говоря, бестолково. Почему? Потому что вы не знаете, что в планах у разработки. Возможно, эта функция временная. Возможно, эта функция будет переписана. Возможно, данные будут подлиты другие совершенно через несколько часов даже. Поэтому коммуникация – это ключ к решению. Разработка знает, как код должен работать. Администратор и эксплуатация знают, как код работает по факту. И это совершенно не то же самое. Это две совершенно разные вещи. И их нужно сливать вместе. Эти знания нужно сливать вместе. И на основе этих общих знаний вырабатывать политику и стратегию оптимизации. Что-то можно оптимизировать на стороне кода. Что-то можно оптимизировать на стороне базы данных. Что-то можно оптимизировать на стороне кэширования. И в этом смысле коммуникация – это крайне необходимая штука. К сожалению, во многих компаниях есть ситуация очень нездоровая. Когда разработка относится к эксплуатации с легким оттенком презрения, эксплуатация разработку просто ненавидит. Я работал, я был и программистом, и эксплуататором, эксплуатантом. Поэтому я всех ненавижу одинаково. Я ненавижу программистов, я ненавижу админов, я ненавижу DBA, кем, собственно, и являюсь. Поэтому нужно договариваться. Обязательно нужно разговаривать. Если вы придете к разработке, я сейчас обращаюсь к администраторам, то, возможно, вы узнаете, как будет эволюционировать этот код, и узнаете, что будет завтра. Возможно, вы узнаете, что эта функция в действительности не нужна, что она старая, что она будет убрана из следующего релиза. И только вместе мы можем последовательно уменьшать сложность системы. Из этого следует одна простая штука. Комплексные проблемы приложения мы не можем решать в одиночку. Один в поле не воин. Теперь про тюнинг. Давайте обратимся к администрированию MySQL. И давайте ответим на один вопрос. Можно ли тюнингом MySQL решить все проблемы производительности? Давайте посмотрим, что можно затюнить в нашем MySQL сервере для того, чтобы этот сервер начал работать по-другому. Смотрите, конфигурационных переменных в MySQL больше тысячи, больше полутысячи. У нас есть 48 параметров файловой системы, которую мы можем затюнить. Это для XT4. Для XFS будет немножечко другая ситуация. У нас есть почти тысяча параметров ядра в CIS-CTL. У нас куча конфигурационных файлов в слэш-ETC, и каждый можно поменять. А еще можно сделать кастомную сборку MySQL. А еще можно прибить MySQL к ядрам и сделать CPU-affinity. В общем говоря, простор огромен. Теперь смотрите. Дело в том, что если вы начинаете менять что-то бездумно, без бенчмарков, это значит, что вам просто скучно. Если вы начинаете играть конфигурацией MySQL или конфигурацией операционной системы, просто потому, что вы где-то в документации прочитали, что вот этот параметр ускоряет, у меня для вас очень плохие новости. Во-первых, документация может врать. Во-вторых, скорее всего, ускорение происходит на очень специфичных ворклодах, которых у вас может не быть. Настройка операционной системы и база данных обеспечивает только одно. Она не мешает работать MySQL. Она не мешает работать с запросом. 5% настроек обеспечивает 95% производительности. Если вы думаете, что одной настройкой вы можете ускорить работу, то, как минимум, скорее всего, эта настройка выключает какие-то очень важные механизмы внутри MySQL, которые обеспечивают консистентность данных. Если вы правильно настроили MySQL, то следующий шаг – это тюнинг запросов. Что действительно из настройки нужно? Это настройки памяти, настройки сети, которые позволяют не спотыкаться об эти настройки, настройки работы с диском под вашу конкретную систему и настройки репликации. Давайте быстро по ним пройдем. Buffer Pull Size в случае Inodb, который является Storage Engine по умолчанию, определяет, сколько данных может храниться в памяти, в кэше. Buffer Pull Instances определяет, сколько buffer пулов будет на сервере. Это нужно для серверов с большим количеством ядер. Table Definition Cache, Table Open Cache позволяют кэшировать метаданные для того, чтобы не перечитывать их при обращении к таблицам. Для сети самое главное – это Max Allowed Packet. Это сколько данных за один раз может обработать MySQL. Не надо ставить его слишком большим, потому что если у вас слишком большие запросы или слишком большие пакеты, это значит, что вам нужно оптимизировать приложение. Max Connect Rords – это очень важная переменная, про которую очень мало кто знает. Дело в том, что в случае для каждого хоста у MySQL есть свой счетчик ошибок сетевых. Как только этот счетчик ошибок превышает Max Connect Rords, MySQL перестает принимать пакеты с этого хоста, считая его некорректно работающим. И отлаживать эти ошибки – то еще удовольствие. Поэтому поставьте его в как можно большее значение. Skip Name Resolve позволяет работать с IP-адресами вместо DNS, позволяет убрать опрос DNS и позволяет сохранить несколько микросекунд на каждый запрос. Тюнинг I.O – это самая большая боль, на которую нужно обращать максимальное внимание. И на dblog file size, и на dblog files in group – это работа с транзакционным логом. Он должен быть достаточно большой для того, чтобы обработать запись за несколько секунд. Обычно ставят его в несколько гигабайт. Зависит от размера записи, от того, насколько интенсивна у вас запись. Потому что MySQL пишет сначала все в транзакционный лог, и потом только уже пишет в файлы данных. Log files in group – это количество этих файликов. FlashLog.trx.commit показывает, говорит MySQL, как работать с данными. Делать ли fsync. fsync – операция дорогая, поэтому на каждый commit fsync делать может быть необязательно, если у вас, конечно, не финансовые данные. read.io.threads и write.io.threads – это количество потоков, в которых и на db читает и пишет данные. Ставится на основе бенчмарков. И на db.io.capacity – это переменная, которая упрощает жизнь и на db системе записи чтения и на db. Она говорит ей, сколько iorrequest в секунду примерно может сделать диск. Тюнинг MySQL. Самая большая проблема – это репликация. Но, с другой стороны, там в действительности нет большого количества переменных, которые можно подтюнить. Вы включаете бинарное логирование бенлоги, вы включаете сервер ID, который должен быть, очевидно, уникален для каждого. Вы ставите, сколько будут храниться бинлоги, вы ставите или выключаете синхронные бинлоги, если вам нужно, если вы боитесь отказа сервера, и вы обязательно включаете gtid. Это Global Transaction Identifier. Например, нам нужно минимизировать время даунтайм. И это делается с помощью инфраструктуры. Мы минимизируем даунтайм тем, что в случае отказа реплики у нас трафик перебрасывается на другую ноду. В случае отказа мастера у нас гораздо большие проблемы, и нам нужно запись переключить на другую реплику и перестроить кластер. Мы используем обязательно балансировщик для контроля MySQL трафика. И если мы этот балансировщик ставим на клиента, то мы убираем single point of failure на стороне хранилища данных. То есть вот умер у нас, если у нас балансировщик стоит отдельно и он умирает, мы лишаемся всего трафика. Если у нас балансировщик умирает на хосте или вместе с хостом клиента, ну что ж, мы теряем какую-нибудь одну сотую трафика. Извините, запрос будет пересоздан на балансере. Также у нас, если мы используем proxy SQL, то он дает точную статистику использования базы по источнику, если у нас балансировщик стоит на источнике. Часть таких изменений делается в работе прямо сейчас у нас на продакшене. Ну и что, как же нам дальше, как же нам получить больше информации о том, как работать, как строить приложение? Ну, во-первых, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Lipitzk Digital в Телеграме. Есть также группа ВК. Обязательно пробуйте делать что-то сами. Это очень важно. Если у вас, сколько бы вы книг не прочитали, если у вас нет прикладного опыта, то вы, считай, ничего не знаете. Поэтому старайтесь, старайтесь работать, старайтесь брать себе какие-то проекты и делать их. Старайтесь попадать в команды, которые умнее вас, которые будут вам рассказывать, как делать, что делать, которые будут вас учить. Только так вы сможете совершенствоваться сейчас как специалист. Ну и по поводу MySQL можно прочитать две хорошие книги – High Performance MySQL и MySQL Troubleshooting. Найдите их в Амазоне или в Азоне, купите и прочитайте. Спасибо! Субтитры подогнали Симон.